Мышление. Головной мозг — это орган, которым мы думаем, будто мы думаем. Амброс Бирс. Американский писатель. Если даже простые двигательные рукопожатия или инструментальные порезать сыр с помощью ножа, действия требуют формального присутствия сознания, то необходимость активного участия сознания в процессе мышления кажется самоочевидной. Но это ложная самоочевидность, которая уже сама по себе является оригинальным способом думать без какого-либо участия думательного аппарата. В современном информационно перегруженном мире мышление людей становится более примитивным. Ученые, исследующие влияние информационного взрыва на мышление людей, вынуждены признать, что, имея чрезвычайно сложный мыслительный аппарат, который позволяет нам занимать господствующее положение в мире в качестве вида, мы создали такую сложную, быстро меняющуюся и информационно перегруженную окружающую среду, что должны все чаще справляться с избытком информации таким же образом, как животные, которых мы давно превзошли. Роберт Чалдини. Психология влияния. Курсив мой. Как животные. Когда вы приступите к изучению второй части этой книги, у вас будет достаточно поводов в этом убедиться. Эмоциональная экспертиза. В главе, посвященной сенсорным коммуникациям, мы говорили о том, что наш мозг умеет самостоятельно, без участия сознания, определять ценность того или иного сигнала. В случае, если ваши стены белого цвета или ваша вода с привкусом хлора, мозг решает, что, пожалуй, не стоит обращать на это внимание. Но если стены вдруг позеленеют, а вода из-под крана приобретет отчетливый привкус клубники, мозг решит, что это весьма важно, и тогда ваше внимание будет привлечено к столь неожиданным переменам. Столь же незатейливым образом мозг определяет, насколько актуальна или неактуальна информация, соотнося ее с эмоцией, рожденной при контакте с этой информацией. Чем сильнее эмоциональный отклик на полученную информацию, тем более важной считается информация. И, соответственно, наоборот. Важность информации определяется в первую очередь силой ее эмоционального подкрепления. Этот механизм давлеет над нашими собственными умозаключениями и не подчиняется нашей воле. И если вы на основе каких-то критериев определяете информацию как очень ценную, но при этом у вас не возникает эмоциональных реакций, то информация, скорее всего, будет потеряна. И наоборот. Информация, которая сознательно определена вами как ненужная, но которая вызвала очень сильную эмоциональную реакцию, скорее всего, сохранится. Это знают все. Кто пережил несчастную любовь. Хочется побыстрее забыть этого человека. Но ничего не получается. Даже спустя годы старательного забывания воспоминания выскакивают из памяти, как чертик из табакерки. Другой, не менее важный механизм эмоциональной экспертизы информации, разумеется, и рекламной информации, определение ее достоверности в зависимости от тех эмоций, которые она вызывает, положительных или отрицательных. Положительные эмоции вызывают больше доверия к информации и к рекламируемому продукту. И напротив, отрицательные эмоции заставляют относиться к информации и к рекламируемому продукту с недоверием. Чем сильнее позитивная эмоция, тем больше доверия и симпатия. Чем сильнее негативная эмоция, тем больше критический настрой, отчуждение и враждебность. Логика предельно проста. Все, что радует, не может быть плохим. А все, что злит, не может быть хорошим. Так работает мозг. Именно поэтому в рекламе так важно вызвать положительный эмоциональный отклик. Он не гарантирует сам по себе, что рекламируемый товар будет куплен, но обещает симпатию и благодушное расположение в отношении этого товара. Чем сильнее позитивная эмоция, тем больше покупатель симпатизирует продукту и тем отчетливей проявляется тенденция к сближению. Теперь реклама Canon меньше внимания станет уделять техническим деталям и будет направлена главным образом на эмоции потребителя, В текущей рекламной кампании сделан упор именно на эмоциональную составляющую. Она признана привлечь симпатии потребителей к бренду, который дает людям возможность сделать их жизнь ярче. Петр Кирьян. Журнал «Эксперт». Чем сильнее информационные перегрузки, тем больше человеческий мозг ориентирован на эмоциональную экспертизу информации. Почему? Потому что эмоции освобождают сознание от аналитических расчетов. Выбор можно делать бессознательно, основываясь исключительно на эмоциональных предпочтениях, без участия умственной деятельности. Человек осознает свой выбор, вопреки вашему желанию видеть в слове «бессознательно» некий многообещающий для рекламы смысл. Осознает. Просто в своих предпочтениях он руководствуется эмоциональными примитивами. Хочу-не хочу. Вкусно-невкусно. Люблю-не люблю. Красиво-некрасиво. Нравится-не нравится. Не перегружая свой мозг сложными техническими, аналитическими и сравнительными доводами. Красиво-некрасиво.